Ну что, ребятки, решили мы отдельным видеороликом, мы едем, едем из Лазурного, едем домой в наш родной Южно-Украинск, решили записать отдельным видеороликом видео о наших впечатлениях, не то что впечатлениях, а что нам запомнилось больше всего, да, вот, что первое вот запомнилось, да. Начнем с железного порта, даже много комментариев спрашивают, Юля, там что больше понравилось, как-то я не могу сказать конкретно, там, в пользу того или того, скажу вот именно свои впечатления и что у меня запомнилось. Значит, первое это железный порт, первое, что мне там понравилось, это, конечно же, жилье, оно было супер-супер комфортным, и на 100% я могу рекомендовать пансионат или база отдыха, как он называется, два гуся, вот, есть видеообзор, ну, вы все видели, да, там же есть телефончики, очень комфортно, ну, конечно, мы попали еще и по комфортной цене, вот, какая-то акционная, да, что было всего лишь 150 гривен с человеком, это очень-очень дешево для таких апартаментов. Комфортно все в нем, комфортно, что двухкомнатный номер, особенно семьи с детьми, это очень удобно, да, просторные номера, ты не ходишь бок о бок с друг дружкой, можно пройти свободно, легко, телевизор, хотя мы его один раз включили и выключили. Так, папка, смотри, аккуратно там обгоняй, сейчас, ребята, обгоним, ой, я так не могу, я нервничаю, когда обгоняю машины. Короче, просторный, ну, душ, туалет, удобство, хороший шкаф с вешалками, комод, не знаю, даже красивый картин, но все-все нам понравилось. Столик во дворе, но огромный плюс ехать в июне, в начале, много народу, я не знаю, что там творится, когда прям каждая комнатка заполнена, но нам было хорошо, комфортно, немного народа. Да, не сильно далеко от моря, две минуты буквально пешком, близость магазинов рядом, и аптек, и рынка. Насчет пляжа, насчет набережной, да, насчет набережной не могу сказать, что у меня возникло прям вау какой-то, или там сильно что-то запомнилось. Обычная набережная, обычные кафешки, может быть, как-то повлияло чуть-чуть, что не все открыто, где-то стройки много, да? Да, да. Не совсем как-то готовы к сезону, ну, все причины... Сезон только начинался. Причину этому мы все знаем, понимаем, что вот эта вот эпидемия, коронавирус, немножко всех напряг, напряг, вот так вот. Поэтому так вышло. Ну, то есть, а набережной нет у меня таким прям уже запомнилось. Насчет пляжей, тоже как-то, ну, пляж и пляж, да, песочек с ракушкой, немножко колит ножки, да? Если брать пляжи, вот, в море... А, поначалу мне запомнилось, чуть не забыла, когда мы приехали, было очень-очень чистейшее, прозрачное море. Ну, это такое, оно раз на раз не приходится, бывает и дожди, и шторм, и так далее. И с пляжей запомнилось там, в основном, мне запомнились прогулки. Да. И тебе тоже, да? Да. Когда мы гуляли в левую... Новое впечатление, да. Что-то такое было интересное, да? Да, когда мы гуляли в левую сторону, туда, к кемпингу, который слева находится, впечатление, эмоции мы получили. Там, где мы, ребята, увидели дельфина, которого на берег выкинуло, классное. Вот почему-то нас тянет просто в дикие места, в безлюдные. Нам надо уходить жить в пещеры куда-то, честное слово. Вот эта прогулка запомнилась. Потом мы ходили вправо гулять до кемпинга, до заповедника, где перекрыто, помните, забором. Вот с левой стороны нам больше понравилось, чем с правой. Что еще в железном порту? Дальше. Конечно, огромное впечатление это приезд Шаповаловых. Там писали, кстати, хочу сразу, пока не забыла, ответ писали в комментариях. Лгуны, вруны, наврали, что там этот самый... Удивление, когда Юля утром вышла из номера, и удивление наигранное. То есть, ребята, наверное, этот человек просто не смотрел предыдущий ролик. Шаповаловы приехали за день до этого, и мы вам все это показали. А утром Юля удивлена, была поздравлению. Естественно, за поздравление-то я не знала, что будут шары, будут это самое. К чему я говорю? Что это вообще просто фурор каких-то моих эмоций. Во-первых, что в Шапвалике приехали. Это всегда радость, мы всегда им рады. И тем более так внезапно, они просто не смогли сидеть дома, смотря на нас, и тоже поехали. И это поздравление с днем рождения, скажу честно, за мою всю жизнь, вот так вот с шариками, и с какими-то такими вот придумками, которые вот Шаповалова, они молодцы, они вечно что-то такое придумывают. У меня впервые в жизни. Поэтому такие эмоции незабываемые, они остаются на всю жизнь. Спасибо вам, ребята, за подаренные вот эти вот минуты радости. Вот такие вот, то есть и какие-то прогулки где-то, походы куда-то запомнились. А вот так вот, в принципе, лежать на пляже долго, там по полдня, мы не очень любим, такое у нас как-то не запоминается. Дальше поехали, что касаемо Лазурного, да. Огромнейшее впечатление, широкие пляжи. Я помню тут вечер, когда мы, мы же пока добрались, пока покушали, потом пошли на море. И огромное впечатление на нас произвело первое. Это пляжи, набережная. Ну, она не набережная, не которая идет вдоль, а дорога именно к набережной. Широкая улица, идешь через рынок, что-то рассматриваешь, что-то интересненькое. Опять-таки, немного людей было, сейчас уже больше, немножко уже как-то уже толкучка, текучка. Вот, и широкие пляжи, красивый, красивый песок, в отличие от железного порта, меньше ракушняка, меньше ракушек. Вот. Красивые пляжи, красивое море. Вот, кстати, нет волнорезов. Это, мы поняли для себя... Это нет цены. Нет цены, как Сергей говорит, да. Это очень-очень важно, потому что красивые волны. Мы любим волны, любим поболтаться на волнах. И как-то вот чувствуется эта вот открытость, эта, как, не знаю, как сказать, как мощь, мощь этого моря, в отличие от того, если оно с волнорезово. Оно немножко как-то этот самый режет, режет взор, вот так вот. Вот. Дальше, что касаемо Лазурного, огромное вообще просто впечатление произвела наш поход, прогулка на остров Джарангач. Мы обязательно туда когда-нибудь вернемся просто ради острова. Конечно, хотелось бы с палатками, но хотя бы вот так вот на денек сходить. Не знаю, да. Кто-то там писал, что вроде чего там радоваться, вроде пустырь, там ничего такого нету. Нет. А знаете, я вам расскажу одну историю. Почему? Надеюсь, меня хорошо слышно. Почему нам нравится и, возможно, почему у нас такие эмоции из-за острова Джарангач. Когда-то, еще давным-давно, мы с папкой были молодые, красивые. Я была стройная, стройная как лебедь. А папка был высокий, метр девяносто, блондин с голубыми глазами. У нас Леночка была уже, да? Да. У нашей Леночки было буквально там, январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Ей было где-то месяцев семь. Да. Нет, в сентябре мы ездили. В сентябре. Значит, Леночке было месяцев девять. Ну, примерно так, да? Мы с Сергеем, уставшие, потому что мы молодые родители, вся это качание по ночам, мы попросили мою маму, бабушку, оставили на нее маленькую-маленькую нашу Елена Сергеевну и поехали в отдых, в путешествие, на автобусе, с сумкой, везде дела. Мы поехали в город Скадовск. Приехав туда, мы поняли, что, ну, море мелковатое, какая-то трава, то-сё. Послушали людей там, и многие советуют съездить на остров. Здесь такой остров, остров Царылгач. И мы же садимся, молодые, красивые, на теплоход, нет, не теплоход, катер. Белый теплоход. На белый красивый катер. У нас тогда еще с собой был такой маленький-маленький, но хорошо, что он был. Фотоаппаратик пленочный такой, который раньше, да? И мы едем на остров... А, нет, не пленочный, ребята, да, точно, обычный, цифровой, да. Мы едем на остров Царылгач. Мы перебираемся, а приехали в широкую его часть. Его нужно было переходить сколько километров? Четыре. Четыре километра. Но мы были полны сил, вдохновения... Задора. Здоровья, задора, да. Мы переходим этот остров, и мы офигеваем, проходя озера. Мы видели кабанов. Мы видели вдалеке диких порнокопытных кого-то там, я не знаю, каких-то там ланей. Дикие лошади тоже. Дикие лошади, да. И когда мы преодолели, перешли этот остров, мы обалдели. Мы еще с молодости любим безлюдные места. Песок просто, я не знаю, как где-то на Мальдивах, он белый-белый, он мелкий-мелкий, чистый-чистый вообще. Море синее-синее. Правда, оно холоднее, потому что оно более открытое. Скадовск там залив, а это открытое море. Мы собирали по берегу рапаны, которые на рынке там продают по 50 гривен лаком, скрывая. Целый пакет этих ларапанов. Мы ловили чаек. Это та история, когда чайки нас украли еду. Но нам было все равно. Потому что мы были у друг друга, и нам было хорошо, да. Вот. Короче, суть в том, что мы молодые, любящие, ну мы и сейчас любящие друг друга, но тогда у нас был цветочно-такой букетный период. И для нас по сей день этот остров остался чем-то таким вот нашим, нашим каким-то, ну я не знаю, местом. Местом уединения наших сердец. Капец, вот меня несет, да? Да, да, да. Тебе бы книжки писать. Да. Поняли, да? То есть нам там, и представьте, мы молодые, и никого вокруг нет. Просто как будто, я не знаю, можно ногишом там бегать. Поняли, да? А что молодых для счастья надо? И вот так вот у нас осталось, и поэтому сейчас, просто вступив на этот остров, у нас вот такое вот какое-то дежавю, что мы здесь. Неужели мы здесь, да? Еще и перебраться вот таким вот способом, просто вброд ножками по воде, понимаешь, с одного материка практически на другой, понимаете? Поэтому, рассказав такую историю, надеюсь, те, кто писал, что там ничего нету, пустыри и так далее, немножко нас поймет, почему мы так вот радовались, и такая вот, возможно, детская какая-то радость была. Вот так вот, ребят. Так что этот остров для нас очень, ну вот, дорог для нас лично. Поэтому огромные впечатления. Вот. Насчет Лазурного. Наверное, длинный ролик я наболтала. Ну, слушайте. Насчет Лазурного, немного, конечно, утомляет, меня много, утомляет дорога, очень для меня далеко. У меня проблемы с ногами. Я сейчас начну жаловаться, мне будет писать, началось. Скажут, уже поваловать набралась, да? Оля, привет тебе. Вот. У меня почему-то, ребята, какая-то то ли аллергия от солнца или что, у меня от попадания солнца на тело у меня идут отеки. И у меня, на самом деле, я все эти дни терплю, потому что я сильная, я женщина-мать вообще. Вот. У меня, на самом деле, отекают ноги. И коня на ходу остановишь. Да, да, да. Отекают ноги очень-очень сильно. И для меня проблематично расстояние немножко. Это вот это самое... Солнцем ты не дружишь. Да, с солнцем не дружу. Вот. Что по Лазурному? По Лазурному, ну, в принципе, как-то вот все. Поедем ли мы еще в Железный порт? В июне, в начале сезона, да. Если будет такая цена у них по акции. Я поеду, поеду 2 густя. Поедем ли мы в Лазурное? Скорее всего, да. Скорее всего, поедем, опять-таки, из-за острова. Потому что вот самое такое большое, это, конечно, остров нам этот самый впечатлил. А, и еще запомнилось... Нет, сейчас, в Лазурном, когда мы за пирс зашли, какая чистая вода, видеоролик на канале, цены нет. Кстати, кто не подписан на наш новый канал, цены нет. Там выходят самые свежие новые ролики. Мы выложили там обалденный видеоролик с прозрачной водой. Ребята, это нечто. Это тоже запомнилось. Вчера, вчера поездка на Большевик тоже повергла нас в тихий, приятный шок. Места обалденные, тоже посмотрите, уже видеоролик вышел, скорее всего. Тоже такие вот, ну, опять-таки, кто любит дикие места, мы любим, поэтому нам понравилось. Даже эта ретро-музыка просто в тему. Младший лейтенант, Си Си Кейдж и тому подобное, да. Какой-то бывал в какое-то прошлое. Да, нам понравилось. Поедем ли мы в Большевик? Думаю, что да. Мы когда-нибудь туда съездим. Мы не будем загадывать этим летом, не этим. Посмотрим, как будет. Многие писали, Юль, надо вам... И это уже заканчивает, я уже к концу подвожу вас. Многие писали, Юль, надо вам уже отдохнуть, поехать на вашу любимую чайку. Вы там счастливы и так далее, ребята. И это тоже вы правы. Потому что нашу родную чайку, лагерду Черноморскую косу, возле Очаков, город Очаков. Мы все равно любим, потому что тоже наши родные места. Мы сколько лет туда ездим подряд? Уже я не знаю. Лет, наверное, да. Просто приезжаешь как домой. Поэтому мы и решили, папка. Мы сейчас наездились, и там были, и сям были. И много видеороликов. Ребята, за три недели, которые мы сейчас отдыхали, на вскидку мы выложили примерно около 70 видеороликов. Это учесть оба канала. Представьте, 70 роликов за три недели. То есть поработали на славу. Вот, поэтому теперь можно... Да, там в Очакове особенно нечего снимать, но хочется отдохнуть. Поэтому мы решили, после дачи немножко мы отойдем, поедем на дачу. Через 300 метров на перекрестке с круговым движением верните на первый выезд. На первый. На Олежке. Да, на Олежке. На Олежке. Вот. И мы поедем еще в Очаков. Мы будем рады, если вы поедете вместе с нами. Конечно, не по-настоящему, а вот так вот виртуально. Я смотрю по комментариям, что многим понравились наши поездки. Поэтому вас приглашаем снова. Скоро-скоро. Ждите. И еще раз всем спасибо, что вы ставили пальчики вверх, были с нами. Ребята, вы у нас самые классные. И даже спасибо, не побоюсь этого слова, хейтерочкам. Потому что вы предаете, не всегда вы, конечно, правы. Но я не спорю, знаете, мои нервы дороже. Но хотя бы было веселье, и мы все вместе, нашей большой компашкой, смеялись и прикольно проводили время. И даже вам спасибо, ребята. Все. Буду заканчивать, потому что много-много вам наболтало. Всем спасибо. Ставьте пальчики вверх. Пишите, звоните. Подписывайтесь на канал. Все, ребятки, пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok